Здравствуйте! Вы на канале Урал Спецтранс. Среди продукции, которые реализует наша компания, есть полуприцепы цистерны для перевозки светлых и темных нефтепродуктов. Полуприцепы бывают рамной и без рамной конструкции, также соответственно они имеют свои особенности. Добрый день! У нас сегодня тепло, на улице где-то всего минус, наверное... Два? Два? Да ты чё, жара вообще! Жара, да! На сайте видела в разделе полуприцепы зеленое окошечко светит. Супер цена! Расскажите всем тем, кто нас смотрит, что за супер цена. Неужели ППЦ стали дешевле? Да, стали дешевле. Выпустили мы бочку, ну, разработали, скажем так, выпустили, произвели. Вот она, собственно, это первая наша бочка, по которой нам удалось снизить продажную стоимость ниже двух миллионов. Основные узлы и агрегаты мы использовали те же самые, что и в дорогих бочках. Основной эффект для снижения цены удалось добиться доработкой самой конструкции. То есть за счет уменьшения количество сварных деталей уменьшили, собственно, трудоемкость и добились снижения цены. То есть бочка на сегодня стоит менее двух миллионов. Я вот, собственно, внешне, по большому счету, вот, ну, не пойму, за счет чего удешевились, потому что у нас, собственно, и более дорогие бочки, они выглядят примерно так же. Все то же самое в них есть, то есть основные элементы. Ну, давай, может быть, вместе пробежимся, посмотрим, что тут, какие тут есть отличия. Все поперечные швы у нас варит робот, продольные швы и донышки у нас варят люди. Робота мы еще зигзагом варить не научили, но он у нас к этому стремится, да. Опоры упростили мы, то есть у нас обычно используются двухходовые опоры, здесь опоры с одним штоком одноходовые, то есть, ну, видимо, за счет этого еще немножко удалось снизить себестоимость. Вот, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, смотри, ящик у нас, как на дорогих бочках, собственно, для стесненных условий, то есть крышка не так открывается, вот она открывается параллельно. Ага, ну, значит, трехсекционная бочка, ливненские клапаны донные используются с пневмоуправлением и с ручным дублирующим управлением. То есть они немножко подешевле импортных, которые чисто на пневмоуправлении, хотя, ну, собственно, клиенты, наоборот, все большинство клиентов именно просят с дублирующим механическим управлением, потому что воздух иногда подмерзает в наших условиях северных, и народ, ну, собственно, просит механического управления. Значит, в данном СРТ вывод на одну сторону можно реализовать на две стороны, то есть налево и направо. Можно и с той стороны. Можно и с той стороны, да, в принципе, сделать раздачу топлива при желании. Не знаю, вопрос спорный, будут ли у водителя реально такие условия, потому что ему шланги надо еще подцеплять. Вот, так, так, так. Вот, собственно, видите, как получилось открыть. Ну, в принципе, если это пространство использовать как ящик зип, потому что, по большому счету, сюда много барахла выйдет, то где-то на своей базе, ну, вот в таких стесненных условиях он сможет открыть и что-то достать. То есть, ну, наверное, данная крышка это все-таки плюс. В данном полуприцепе нами использованы оси FUWA. Да, кстати, значки мы вот, видишь, уже какие красивые сделали. Да, наш значок Уралспестранс. То есть, это проверенные времени MOSI FUWA китайские. Мы их ставим уже очень давно. В принципе, и те клиенты, которые у нас уже брали наши полуприцепы, ну, и прицепы бортовые, и прицепы бочки, они уже временем, скажем так, проверили качество надежных этих осей. Начинали мы, как многие производители, наверное, с оси L1, но данные оси FUWA, они показались гораздо лучше. То есть, они немножко дороже идут, чем оси L1, но они гораздо качественные. В качестве у них есть конструктивные решения, отличающиеся от оси L1. В частности, у них ступичная часть, куда садятся подшипники и ступица, она куется заодно с основной осью. То есть, это позволяет поднять прочность самой оси. У большинства конкурентов, у более дешевых, и большей частью это китайцы, у них ступичная часть, она приваривается отдельно, а сварной шов – это всегда концентратор напряжения. То есть, это делается у них для удешевления. Ну, и у них более простая технология. Здесь технология более дорогая, более качественная. По подвеске. Значит, подвеска здесь стоит недешевая. Подушки, рессоры, амортизаторы. Не рессоры, а полурессоры, принято называть. Ну, или рычаг. То есть, это все производство фирмы Гигант. Это немецкий производитель. Блок у нас тормозов, наверное, с той стороны. Пойдем посмотрим. Скорее всего, тормоза остались все-таки фирмы Вапка. Мы, по-моему, другие не закупали. То есть, опять же, это Германия. Ну, да. То есть, блок управления пневматикой. Вапка. Ну, и, скорее всего, тормозная система. Вот я блок его не вижу отсюда, но он тоже Вапка. Ну, то есть, по большому счету, бочка содержит... Содержит, да. Нисколько не уступает по качеству. Трехсекционная сталь 0,9 ГДВС. Низколлегированная сталь, которая имеет рабочий диапазон, то есть, не теряет своих свойств. От минус 70 до плюс 400 градусов. Ну, в 400 мы не поедем никуда, наверное. А вот минус 70, ну, говорят, что на северах ездят. Наверное, минус 70 я все-таки не верю, чтобы кто-то поехал. Это даже, ну, опасно не с точки зрения того, что железя колопнет, а просто, ну, реально можно замерзнуть где-то. По-моему, минус 50 еще ездят, ниже просто народ, ну, сидит дома. Вот, вот, на лесенке, вижу, сэкономили маленько. То есть, как бы... Нет, у нас откидная лесенка же, алюминиевая. Тут, видишь, она не откидная. Ну, кстати, ты знаешь, нормальная лесенка. Нормальная лесенка. Нормальный поручень, по большому счету. Так. Ну, здесь все то же самое. Экологический короб, три горловины, дыхательные клапана, ящик для кашмы пластиковый. Нормальная бочка по цене меньше двух миллионов. Как утверждает наша маркетинговая служба, в такой комплектации, в такой ценовой категории бочек больше ни у кого нету. У нас по нормам, по развесовкам на дороге общего пользования, у которых тасевая нагрузка не должна превышать 10 тонн, эта бочка, она полностью соответствует всем требованиям. То есть у нас она предназначена в основном для эксплуатации с двухосным тягачом, то есть она на седло давит у тягача меньше девяти с половиной тонн, а на ось тягача должно приходиться не более 10 тонн. По задней телеге, поскольку это пневмоподвеска и расстояние между осями больше, чем 1300 миллиметров, у нас 1360, то на заднюю телегу, значит, по нормам, нагрузка не должна 22 с половиной тонны превышать. Ну, собственно, она у нас и не превышает. То есть вот эта бочка, она полностью соответствует требованиям по нагрузкам на дороге на сегодняшний день. Ну, конечно, за исключением паводковых периодов, когда там вводят меньшие нагрузки, ну, весной. А так все полностью нормально. У нас на предприятии собственная поверочная станция, тарировочная, на которой мы каждую бочку проливаем и выдаем свидетельство о поверке. То есть мы полностью сертифицированы и предоставляем услуги в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемые к емкостной продукции. Покупайте, если найдете дешевле, звоните, пишите. Как это, как в том супермаркете, найдете дешевле, да? Покажите цену нам, мы отдадим дешевле. Но я не уверен, что мы дешевле отдадим. Но мы, по крайней мере, ну, как сказать, возьмем на вооружение. До свидания. На этом пока все. Не забывайте, смотрите наше видео на канале Урал Спецтранс. Обязательно подписывайтесь и оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы обязательно вам ответим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok